Царю небесный, будь решитель в душе истины, И жиль из детства, и вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю, и рентиль вселенной, И очистивляйся от всяких скверных. И спаси Боже, души нашим. Господи, благослови наши занятки, Не дай уклониться ни налево, ни направо От истинного понимания Божественных слов Твоих. Прибудь с нами и все вечер благодатный, Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Первое послание Иоанна, пятая глава. С первого по второе стихи повторю. Полкование прошло, и на третье четвертое прочтем полкование. Итак, первое послание Иоанна, пятая глава, первого стиха. Всякий верующий, что Иисус, есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, небольшой буквой, Любит и рожденного от Него. От Него тоже, небольшой буквой, имеется в виду Иисус Христос. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, Когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. И третий четвертый. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Полкование. Связь такая. Любовь состоит в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Поскольку доказательством любви к Богу апостол указывал соблюдение заповедей, А некоторым думалось, что заповеди Божьи тяжелые, То и говорит, заповеди Его не тяжкие. Ибо что тяжелого в деле любви к брату? Вопрос. Что, например, тяжелого в том, чтобы посетить узников в темнице? Ибо повелевается не выпустить из темницы, что было бы трудно, А только посетить. И больного повелевается не освободить от болезни, А только посетить. И голодному не повелевает предложить стол из многих блюд, Или ногому подать одежду, приготовленную из драгоценной материи. Но доставить крайне нужное, чего ищет голодной ногой. Сказав это, указывает и другое побуждение к любви. Какое? Победу. Говорит, что через любовь к брату, Соделывая себя детьми Божьими, Вы имеете уже и воздаяние за это доброе качество. Победу над миром. Ибо рожденный от Бога побеждает мир. Потом объясняет, в чем состоит победа, И через что она совершается. Тем и другим называет веру, То есть веру в Бога, Которая, родившись от Бога, Победила и прогнала всякое неверие. И ни иудей, ни эллин, ни еретик не силен против нее. А как вера побеждает не одна сама по себе, А вместе с имеющим ее, то прибавляет. И кто побеждает мир, как не тот, Кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Кто же сей Иисус? Иисус Христос, пришедший водой и кровью. Полкование закончено. Пожалуйста, можете высказать свои вопросы. Все, у нас занятия идут. Не допонимали, может быть, у кого-то какие есть. Занятия идут по скайпу. Так, если ничего нет, то... Ну, я могу сказать. То воду, чтобы что-то было. Ну, скажи, раз и молчать. Ну, я так скажу, тут разговор идет о исполнении заповедей. Это было самое сложное. Дело все в том, что практически у язычников... Сейчас же разговор идет о том, чтобы веровать во Христа. То есть, как бы так идет разговор у апостола. Перед ним множество неверующих народов лежит. Как и перед евреями лежал. И нужно... Но еврея в цели не ставили, чтобы эти народы обратить. Хотя и было такое, что обращались. Некоторые люди становились иудеями, празелитами. Но у христианства стояло одно. Или христианин... И как у мусульман сейчас. Вот они бьются оружием, и все. У христиан не так стоял вопрос. Вопрос стоял мирным путем, чтобы человек переобразился, стал совсем другим. Не язычником, а именно христианином. И поэтому разговор идет о том, чтобы исполнять заповеди. И у язычников не заповеди нужно было, а жертву приносить. И полностью верить оракулам, которые там сидели, говорили от этого божества. Якобы говорили. И вот теперь Господь дает эти заповеди исполнения людям. Вот теперь нам наше время переносит. Самое интересное. А вот сейчас перед нами немножество народов, которые не знают. Как раз Христа-то все знают. И мы живем в стране, которую называют православным. Его не узнал. И очень охота всем быть верующими. Кого не спроси, тот верующий, этот верующий. Патриарх говорит, 72% православных у нас в России. Но когда коснешься разговора о том, а как ты веруешь, как ты веруешь, как ты веруешь, это исполнение заповедей всего лишь. И никто заповеди не исполняет, а заповеди наши в канонах цинковных. И для того, чтобы на этом фоне, когда или все исполнять, или ничего, то поэтому у нас сейчас иерархия, они каноны просто людям не показывают. Потому что если люди посмотрят в каноны и переспросят, это что, все нужно исполнять православному? И, конечно, они должны сказать, ну а кому еще, если это наши семь соборов постановили православных? А никто ничего не исполняет, нету. И вот теперь нужно посмотреть нам на себя. Мы-то православные до конца. Мы ли, вот мы как раз в основном все те люди, к которым обращается апостол Павел, полуязычники. Нам нужно до конца прийти ко Христу, и тогда Христос примет нас своими чадами, и мы будем выселить церковь православную. Продолжаем. Первое послание Иоанна, пятая глава, пятый, шестой стихи. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что он верует, что он верует, что он верует. Я здесь, я с вами, я с вами. Очень шумно. Вы входите. Потише заходите. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Толкование. В словах «Всякий, рожденный от Бога», апостол упомянул об усыновлении Богу и о рождении. А это вместе совершается через Святое Крещение. Посему говорит, «Сей есть пришедший водою и кровью Иисус Христос, возрождающий и делающий нас сынами Божьими». Ибо это подразумевается и как следствие в словах двоеточие «Рожденный от Бога побеждает мир». Как рожденный от Бога побеждает мир. «Рожденный от Бога побеждает мир». Ты когда замолкает он, а ты считай, никто не догадается, кто считает-то. Голос немой. Видишь как? Что-то прервать надо. Неизвестно, когда будет. Прервать. Что-то опять случилось. Но брат тут скажу, что скорее всего из-за того, что видео включено, поэтому он не протягивает, мощности не хватает. Поэтому мы сейчас без видео. Видеокарта слабая. Ну, может быть. Завтра отвезу компьютер к брату, пусть посмотрим, в чем дело. Уже второе занятие такое. А может быть, кто-то пакосте творит. Неизвешено. Компьютер новый, дорогой. Я не знаю, почему. Ну, пусть кто-нибудь выключится. Может, Михаил выключится. Я выключился. Я не совсем выключился. Я свою видеокамеру выключил. Да, да. Потому что когда много, может быть, просто сам скайп не тянет. Еще советует. Сейчас какая-то новая программа, альтернатива скайп, как она называется, не знаю. Дело отслышание, так что давайте слушать друг друга, братья. Это нужно 10-ю оперативную систему ставить. Хорошо. Да, это все. Учтем. Благодарим. Я сейчас. Продолжаем толкование, значит, на 5-6 стихе 1-го послания Иоанна. 5-й говорит. Ибо пришедший Иисус Христос возрождает водой и кровью. И опять прибавляет с повторением слова. Не водой только возрождающей, но водой и кровью. Ибо хочет прежде доказать прославление усыновляющего нас Христа. Потому что прежде усыновлен Богом человек, сущий во Христе. А потом через свое усыновление даровал и нам такое достоинство. А сыновство его объявлено трижды. Двоеточие. Один раз при крещении на Иордании, когда Отец вышесвительствовал, что крещаемый есть Сын возлюбленный. Итак, Иисус пришел водой, то есть объявлен Сыном Божьим через свительство отца при крещении в воде. Кровью, когда Идиан отрест говорил, прославь меня ты, Отче, и тогда принесся глаз, и прославил, и еще прославлю, которые слышавшие приняли за гром. Это читаем в Евангелии Таана 17-го 5-й стих и 12-го 28-й 29-й стихи. Далее, Духом, когда как Бог воскрес из мертвых, ибо воскрешать самому себя свойственно одному только Богу. А словом Духом называется Бог, как можно видеть в изречении. Бог есть Дух. Читаем Евангелия Таана 4-24. Штаткин Василий, микрофончик выключим. Итак, при свидетельстве трех крещения, креста и воскресения о сыностве Иисуса сыноство Господа непререкаемо. А через свое с большой буквы сыноство как начаток всего рода человеческого Он даровал и нам право быть сынами Божьими. Исии три в одном Христе. Ибо это значит выражение Исии три едино. То есть по отношению к свидетельству о Христе. Нужно знать, что некоторые из отцов слово Дух разумели не о воскресении Христа, а об Отце, когда Он возвал на Ордане «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Читаем Ивангелие от Матфея 3.17. Так как Бог есть Дух. Сказав это, подтверждает слова свои доказательством от меньшего. Если мы принимаем свидетельство человеческое о чем-либо, не тем ли справедливые должны принять свидетельство большее, от Бога, ибо это свидетельство о Сыне Божием, то есть в Христе, не от самого ли Бога? Итак, верующий в Сына Божия, то есть что Он есть Бог, как Сын Божий, имеет свидетельство в самом себе, потому что верующий и сам усыновлен через Иисуса, усыновленного Бога. А неверующий виновен в двух отношениях. В неверии, представляя Бога лжецом и в том, что лишает себя усыновления, а через это жизни вечной, которую и Христос имеет в самом себе. Как в Евангелии сказано, в нем была жизнь. Читаем в первой главе 4 стихи Евангелия Таанна. Посему, кто имеет в себе Сына через крещение, тот имеет и жизнь, ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Читаем в послании Галатам 3, 27. А кто не имеет Сына Божия через крещение, тот не имеет и жизни, тот мертв. Ибо принимая нас мертвых прегрешениями, он Бог воскрешает через святое крещение. Каким образом? Вопрос. Потому что кто через погружение в крещение спогребся со Христом, тот мертв для мира, то есть для мирских прихотей, и живет уже не для мира, но для Христа. Вот такое обширное толкование. Пожалуйста, у кого есть комментарии, вопросы, вам слово. ни у кого нет? Я могу сказать. дубунов, Игорь, я хотел сказать, здесь очень здесь говорится о рождении свыше, и рождение свыше идет и через воду тоже. Вот сейчас вот я вижу даже из разных республик здесь люди присутствуют, и у вас тоже там священники не производят троекратного полного погружения человека, и даже говорить не надо мне, ну может быть где-то есть, но только где-то, и то тайно. У нас производят полное погружение, у нас очень полное. Но везде надо до конца правде в глаза смотреть, даже если в одной, в одном храме не производят, вы понимаете, что творится с людьми? А у нас нигде не производят практически, кроме нескольких мест. В Барнауле, конечно. Ну и в Барнауле в любое брать епархию это не приветствуется погружение, а здесь у нас был епископ перед тем, вот перед этим. Он вообще категорически был против, да и многих знаем, и епископов, и священников, которые категорически против троекратного погружения. А здесь толкование святителя Иоанна Златоуста ведет. Теофилар Болгарский подтверждает это толкование сейчас. Это же все через Златоуста он берет. О полном троекратном погружении. Только тогда будет рождение свыше. Но не говорим дальше о крови, это вообще запутанный вопрос, который разрешит или вообще конца. Итак, когда вы траете священника, смотрите, не выберите волка в овечьей шкуре. Священник должен полностью быть христианином. Не на 5%, не на 99%, а 100%. Иначе кто мы будем? Не добавить тоже такой вопрос. Получается, вот говорят, православная церковь имеет преемство рукоположения, это как бы самое главное, а сектанты, дамбаптисты и так далее не имеют. Получается, как бы преемство учения Христова такого не принимается, как бы, вроде как бы, ну где эти границы учения Христова, как бы, вот и главное преемство рукоположения. Получается, та же самая православная церковь сегодня и не сохранила этого учения Христова, даже взять правильное погружение. Это же ведь учение Христова троекратно погрузить человека. То есть это определенное учение, что вот именно так надо погружать, надо крестить именно так. Это учение Христова. Получается, этого учения нет. И получается, нет учения Христова. Вопрос понятен, отвечаю. Учение есть, и православная церковь его сохранила. Только что перед вами человек сказал, а у нас есть. И у нас есть. Если мы сохранили, а мы в церкви православной, то утверждение то, что церковь православная не сохранила, ложно. Мы сохранили. Кто-то нарушает, если в церкви православной этот канон, то это не значит, что вся церковь его не сохранила. Мы сохранили. Понятно? Даже в одной епархии церковь сохранила, а вся, допустим, 90% уклонилась в ересь, это не значит, что церковь не сохранила. 10% уклонилась, значит, вся церковь сохранила. Те ушли из церкви. Добровольно ушли в ересь. Вот. Поэтому... А что касается, допустим, католиков, вот у меня тоже вопрос. Называется католики, у которых нету троекратного погружения, они все крещены обливанием. Называется церковь еретичествующая. Мне непонятно вообще, как церковь может быть еретична. Еретики отдельно, церковь отдельно. Церковь еретичествующая. Мне непонятно такое выражение. Вообще. Церковь, то есть, в том плане, что она сохранила рукоположение от апостолов. У католиков это есть. Вот в этом плане ее можно назвать церковью. Потому что, где не сохранено преемство возложения рук от апостолов, те и вообще не церковь. Понимаете? То есть, допустим, баптисты говорят, у нас вера правильная, но они не принимают тело Христово, они принимают преемства, у них нету законно рукоположенного епископата. Какая же это церковь? А они говорят, а вы сами, как бы, знаешь, дурак, сам дурак, а у вас крещение нету полного погружения, а у нас полное. Подождите. У нас есть полное погружение, то есть православное, троекратное, и в учении в этом оно прописано, возьмете требник любого батюшки, любого батюшки. Крещение есть троекратное погружение. Если батюшка какой-то не сохранил это, он ушел в ересь, нужно называть, что вся церковь ушла в ересь. А вот секта, вся церковь ушла в ересь, секта баптисты, яйдовисты и прочие пятидесятники, они все это учение о законном рукоположении отвергли. Понятно? Кстати, это толкование как раз и о всех сектах говорит. Кто-то отверг к причастию, кто-то отверг крещение правильное. То есть правильное понимание именно сохранения законов христовых было отверг в конечном итоге. Ну, еще у баптистов еще крещение, если можно так назвать, оно хоть и погружение, оно же не троекратное, оно единократное погружение. Поэтому это то и же верить, не по преданию. Идинократное погружение, значит, оно действительно. А если Писание говорит во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть Исиит три сутедина, хотя бы мы читали, почему они вдруг троекратное заменили на однократное? Ну, потому что нет предания, предания нет, и все. Ну, я вот читал толкование Геннадия Паста, он читал, почему в этом в Деянии, если мы открываем эту книгу, мы там не видим ни одного местописания, чтобы апостолы крестили троекратно. И там нету такой формулировки во имя Отца и Сына и Духа Святого, то есть во имя Иисуса Христа. В Деяниях нету ни одного местописания, где мы найдем, что они крестили именно во имя Отца и Сына и Духа Святого. Везде во имя Иисуса Христа. Хорошо, в Деяниях нету, а Христос разве не говорил? Ну, в Евангелии от Матфея идите крестите во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Духа, учаясь соблюдать все, что я вам заповедал вам. И я с вами есть во все дни до скончания века. То есть в Евангелии сам Христос, Христос говорит, что может быть больше? Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а потом и соблюдать все, что Он повелел. И тогда Он будет с нами во все дня и так иначе как же. Я вот хотел договорить толкование Геннадия Паста и он толкует это так, что иудеи, когда же они первые обратились к Богу в Израиле, они знали Бога и им было не открыто кто Мессия, но Бога-то они знали Тору, они соблюдали. Поэтому и не было надобности Он так толкует их крестить во имя Отца и Сына и Духа Святого, потому что и Отец и Руха и Дух Святого был им открыт. Все это уже им было открыто, они не были из язычников, поэтому их крестили во имя Иисуса Христа, их не крестили во имя Отца и Сына и Духа Святого, но потом пришли в церковь язычники, это немножечко поменялось, они вообще ничего не знали, их нужно было просветить, кто такой Отец, кто такой Сын, кто такой Дух Святой, и поэтому стали крестить уже в не было трехкратного погрешения как бы в первой церкви. из его толкования я понял так. Женечка, ну неправда, ну неправда. Ну это он так хочет, я просто привел... Ну он выдумывает, Отец Геннадий тоже выдумывает и ляпает, что попало, неправда это. Поразительно. Сам Христос говорит так, что крестите во имя Отца и Сына и Сто Духа. Ну как же так? Постойте это, мы читаем толкование фенфилакта болгарского. Не нужно говорить толкование какого-то сегодняшнего человека. Мы даже вот Игнатий Тихонович Лапкин авторитетный такой у нас миссионер, проповедник православный. И то мы не говорим, что это толкование у него, а всего лишь комментарий. А комментарий любой делает. Понятно? Поэтому толкование Геннадия Фаста это очень круто сказано. Прямо с легкостью такой дома. Нету комментариев Геннадия Фаста? Вернее, это толкование. Комментарии его просто. Он сказал так, ну, промазал, что тебе сделать. Иногда бывает. Сергей, Сергей, Михаил, дай слово, мовы. Разрешаю. Вот, дорогие братья, вот вы слышали, что Сергей читал. Читал, собственно говоря, новозаветнее послание первое апостольское. Значит, написано, что в Евангелии то и исполняем, так? Так, согласна. Так вот, ты еще раз попробуй вот прочитать это вот послание апостольское насчет крещения. и там ничего не сказано буквально во имя отца и сына и святого духа и один раз положил в подводу, может быть, так, во имя отца один раз окунул и сына еще раз и святого духа еще раз тоже так может быть, как баптисты еще вот сразу раз верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, верую, крещу тебя и все, и раз я на спину и поднял из воды настошь вода. И что, это правильно, Михаил? А? Это что, правильно считается на спину, а не раз? Давайте разберем, почему вот здесь в соборке они собачили как крестить, как крестить, а теперь вот мы начинаем сшиваться на предания, вот как католики там, они, вот как баптисты, вот как эти, вот что мы судьи, ну как они и хочут, так и крестят. Ну, конечно, как же, как и хочут, так живет, но дело в том, что это не является церковью благодатной, все просто, мелочь какая-то такая, что за... Судя, Михаил, мы отстаиваем свою православную веру и свои предания, вот как я хотел, был у баптистов, у баптистов был согласен с ними, был все хорошо, а потом на определенном участке момента одумался, думаю, да нет, какая же это церковь, если так вот все получается. Я и ушел, потом вообще некуда было деваться, пошел еще к ним, ходил, ходил с ними тоже, а потом думаю, да вообще не туда пошел. И я потом уже только пришел к православию. В последнее время люди появляются и по своему разумению вот Слово Божие читают, и как понимают они, они так и делают. А предания они не касаются, как древние церкви эти делали. Им лень покопаться, посмотреть, как это происходило. Если бы они смотрели бы, тогда бы вот авторитет церкви не отвергали, они бы это. А баптисты, вот и адвентисты все они прочитали, как хотят и творят. Но это неправильно, это не является правильным. Вот в чем дело. Это все. То, что неопытный пойдет и не заблудится. Если кто ищущий и найдет истину все равно и найдет где-то три погружения хочет, он может там креститься. И все и будет у него правильным. Только ищущий, только ищущий. Это не просто так. Идем дальше. 1 Иоанна, 5 глава, 17-й. Можно? Остановитесь на путях ваших, расспросите в путях древних, почему об этом-то умалчиваете? Тут много чего можно вспоминать и говорить. Очень много. Евангелие кратко, а церковь уже потом как общество это свое. Так подождите, Михаил, кто-то. Так, Так, слышно меня, да? 1 Иоанна, 5 глава, 7 по 12 стих. Ибо три свидетельствуют на небе. Высший говорит, что нету три в деяниях, но зато есть в первом послании от Иоанна. Все писание Богу духовновенно написано. Ибо три свидетельствуют на небе. Двоеточие. Отец, Слово и Святой Дух. Исии 3 суть едино. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. Исии 3 об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в Себе Самом. Неверующий Богу представляет его лживым. Отличное не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Толкование коротенькое такое. Исии 3 суть воедино. То есть по отношению к свидетельству о Христе показывает, что Он усыновлен Богом Отцом, и что Сам получил, то передал и достойным верующим во имя Его. То есть Сын Иисус Христос передает то, что Бог Ему повелел. И вот то, что в деяниях не написано, это не значит. Есть еще предание, которое отвергли тоже все секты. Предание церковное. То, что передано из уст в уста. Не все есть в Евангелии. В Евангелии нету, что нельзя употреблять наркотики. Наркотики нету вообще этого слова. Нету слова светофор красный цвет. И лишь много чего нет. Поэтому что стоит? Чего нет в Библии, о том мы не рассуждаем. А мы рассуждаем, потому что в Библии есть. И сии 3 суть едино. И наши 3 погружения в православной церкви, сохраненные, обоснованы. То, что было одно погружение или не было, я не знаю. Но я верю, что если есть предание, я должен на усыблюсь. Я православный. Вы не православный, значит вы и с нами. А кто не с нами, тот против нас. Зачем воевать против троекратного погружения, если Иисус Христос заповедал крестить во имя Отца и Синяя и Святого Отца? Зачем? Вопросы задают. А мы не воюем. Воюете. Если бы вы не воевали, вы бы пришли в церковь православную и приняли троекратное погружение. Я хотел еще добавить, что у нас группа собралась. Благодаря Игнату Тихоновичу Лапкину это все произошло. Потому что он занятия всегда вел. Он с очень давнего времени. Ну, так получилось. Я хотел бы он так сделал. И у него большой опыт был в этом. И мы очень долго ходили к нему на занятия. Кто-то 20 лет ходил, кто-то поменьше нему. Ну, в общем, в какое-то время занятия были прекращены. Не так давно, но они были прекращены. И теперь мы просто ведем занятия у себя в церкви. И вели их по домам. Ну, а вот тут в последнее время перешли просто на компьютер. И это как бы проба у нас такая была вот два года назад. Сейчас уже определенная группа, уже есть люди, которые в этих занятиях участвуют. Ну, знаете, что Игнатий Тихонович Лапкин всегда был православным. И он всегда занятия строил только на толкование блаженного филакта. Ну, конечно, это златоуст и так далее. Поэтому, если кому-то не нравится, есть миллионы толкований еще. Ну, может, не миллионы, но сотни тысяч точно есть. Поэтому вы просто не в той группе находитесь и все. А здесь уже даже никаких споров не возникает. Берете толкование вот это и читаете. Там дальше говорится конкретно о троекратном погружении. Почему? Раскрываются все эти тайны, тайны, домостроительство Божие. Хотя это для нас уже не тайны, для тех, кто верует. Для тех, кто избран Христом Святой. Поэтому нужно, в общем, учиться и благодарить Господа, что эти толкования у нас остались. И что есть люди, которые так их хранили верно, как иудеи, Слово Божие. А можно еще дополнить? Можно. По поводу троекратного. Там же еще не только опирается на то, что во имя Отца и Сына и Святого Духа. А еще берется то, что Иисус был в огробе три дня и три ночи. А мы крестимся в смерть Его. И так как Он был там три дня, то и мы как бы три раза погружаемся. Ну да. Мы это толкование принимаем. Мы действительно верим, что три дня. Но между тремя днями и тремя погружениями есть какая-то связь. Но Святой Отцов сказал, что да и есть. Братья, Владимир Владимирович. Да, Сергей. Здесь вот в нашем переводе, ну так сказать, в редакции, в синодальном переводе, вот этот стих седьмой. Ибо три свидетельств на небе, Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино. Очень такой хороший, красивый стих. Он вот говорит о троице, о троечности нашего Господа, нашего Бога. Но это дело в том, что вот этот седьмой стих, он далеко не во всех переводах есть. Я почему на это обращаю внимание? Почему? Потому что есть очень много разных течений. Мы же не просто как-то однобоко все освещаем, а чтобы были готовы ко всему. Вот есть разные течения, которые могут не принимать этот стих. И этот, если говорить честно, то во многих тоже авторитетных переводах этого стиха нет. Например, если брать даже вот Острожскую Библию, да, которую вот читают у старообрядцев за богослужением. Вот это место считается там по-другому. Там о троице не говорится. У старообрядцев даже. Понимаете? Поэтому вот здесь нужно как бы... Но мы-то пришли туда, где есть этот стих в синодальном переводе. И мы только эту Библию, и никакую Острожскую, или Георга V, VI, никакую другую. Нового мира там. Или еще в Аптической Библии. Нет, но Новый мир это другое. А о Библии так нельзя говорить. Мы только это и все. Иосифа Виссарионовича знаем, а Виргилия и знать не можем. Кто такой Виргилия? Агент Антанты, да? А вот Иосифа Виссарионовича мы только одного знаем, и все. Вперед. Так что ли, брат Михаил? В православной церкви... И Состорожская Библия, православная церковь, старобряческая православная церковь, старобряцы. Все вместе, да. Ну все. А они мечтают... Ну я же, они не хотят с нами сообщаться. То есть или мы сейчас в расколе, или старобряцы в расколе. Нет, это дело, брат Михаил. Ну вот как... Когда соединимся, когда соединимся со староверами, вот с моими предками, со всеми... Не совсем правильно. Потому что нельзя так смотреть на Библию. Вот нельзя. Вот потому что этот перевод, он есть во многих. Например, у короля Якова, так, как у нас переведен. У Лютия, так, как у нас переведен. Но есть не все вот переводы древние, которые... Вот первое послание Иоанна... Я на прошлом разе говорил, что давайте... Вот одна у нас Библия есть, и у нас это мы православная церковь. И вот которая у нас лежит на ампоне, вот эта синодальная Библия. И ее только читать. А если... Если Бог-то такой узкий у нас, как Топорикова. А если будем показывать свою ученость, то мы тогда все время будем спорить. А мы не спорим. Просто мы должны смотреть... Ну, в беседу она уходит немножко. Игнатий Тихонович сколько раз говорит, узос мышления, это сектанство. Самое натуральное. Ну, сектанство же. Игнатия Тихоновича приплетать не надо. Он только за синодальную Библию. И все. Это синодальный перевод. Больше никакого. Вот он сказал... А вы не ошибаетесь. И вот, и он взял вот блаженного фестивакта. Хороший толкователь, проще, все, святой отец. И он сделал... Игнатия Тихоновича Сталин. Что он сделал? Сергей? Ну, нет, значит, им дал. С комментарием. Ну, вот кому не нравится, ну, может быть, не не нравится. Идем дальше. Все, закончили. А можно последний вопрос еще к Сергею? По поводу тоже... Вот говорят, чтобы... Нет, нельзя, попозже. Идем дальше. Все прочитаем, потом все время оставим. 1 Иоанна, 5 глава, 13-15 стихи. Последний. И дальше будем задавать. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Толкование. Здесь выводится как бы заключение. Я, говорит, написал это вам, как наследникам жизни вечной. Ибо для тех, которые не живут по надежде жизни вечной, это не могло бы быть написано, потому что давать святыню псам и бросать женщин перед свиньями не похвально. Напоминая сказанное, повторяет, во-первых, что должно, несомненно, веровать во имя Сына Божия, то есть в преданное нам от Него Бога почтение, ибо это значит, как мы говорили, имя Сына Божия. Потом говорит, что знаком этой несомнительной веры служит не иное что, как дерзновение, которое мы находим пред Ним через непорочную веру, как и выше мы говорили, и что опять знаком такого дерзновения служит получение всего просимого нами. Но как не все получают все просимое и не все просьбы выслушиваются, то прибавляет по воле Его. То есть кто просит противного воли Учителя, тот не будет и услышан. В этом случае он говорит подобно святому Иакову. Просите и не получаете, говорит он, потому что просите не на добро. Иакова 4.3 Обращая этот знак, яснейший признак говорит, если мы знаем, что Он слушает нас во всем, о том, чего бы мы ни попросили, то знаем и то, что мы получаем от Него все просимое у Него, говорит как бы так. Если мы просим у Бога сообразного с воли Его, то Он слушает нас. Если же выслушивает нас в просьбах наших, то мы знаем, что приносим просьбы, согласные с Его волей, и приносимое нами имеем сами у себя. Такие предметы... Сергей, просимое нами. Просимое нами. А я как сказал? Приносимое. Приносимое. Еще раз повторяю это продолжение. Хорошо, благодарю. Говорит как бы так. Если мы просим у Бога сообразного с воли Его, то Он слушает нас. Если же выслушивает нас в просьбах наших, то мы знаем, что приносим просьбы, согласные с Его волей, и просимое нами имеем сами у себя. Такие предметы суть Царства Божия и правда Его, в большой буквы которых просить Он и Сам заповедал нам в Евангелии от Матфея 6, 33. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все это приложится вам. Да, Игорь Добунов хочет добавить. Я хотел просто пример один сказать. Вот сейчас День народного единства, но без этого как понятно. И разговор идет о защите Отечества. Потому что самое главное это защита Свято-Троицкой лавры. Рассказывают, как черналисты отбивали атаки шляхтичей, казаков-предателей и так далее. И разговор идет о том, как бы прославить этих людей. И все с каждым годом их больше и больше прославляют. А и поэтому мы сейчас отдыхаем, кстати. Потому что они защитили Отечество. Христос в заповедях своих сказал совсем по-другому. Это Матфея 5 глава. И он начинает с 30 стиха. И он говорит, любите врагов ваших, благословляйте, не проклинайте. И в общем и так далее. Благословил одно в городе? Да, нет, нет, это другое. И дальше идет о чем, главная речь идет о чем? О том, чтобы не убить, нужно исполнить эту заповедь. Не убить никого. Не при защите Отечества, не при защите матери, даже не при защите своей жизни убивать никого нельзя. Поэтому мы вот попадаем под этот закон. И его должны исполнить. Это и есть правда, истина. Ну, это я просто один пример сказал, который прям тут наиво у нас. Не носить цветочки к памятникам убиенных на войне и там панихиды, а сказать правду, одну истинную правду для всех и навсегда. И люди сами изберут, где они будут, со Христом или защищать Отечество. То есть мамонне служить и Христу невозможно одновременно. У всех свободный выбор. У всех. Я защищал Отечество. И если еще придут, то я могу автомат взять и буду защищать. Из окна шмалять буду. Респект, брат Михаил, респект и уважение. Честно говоря, от всей души. Кто не хочет защищать, пусть и не защищает. Кто хочет, он будет защищать. Не надо здесь ставить что-то вот... Потому что нету конкретного. В Писании не сказано, защищать Отечество или нет. Не убей. Сказано не убей. Это сказано не убей. Что со злом на кого-то вот я... А ты с улыбочкой будешь заказывать. А не убей мне сказано в завете. Не убей. В каком завете сказано? А вот если я... Михаил, вот я вас поддерживаю 100%. Я просто спрашиваю, там сказано не убей и все. А в каком завете? 20 глава исхода. Это что? В Ветхозаветнем сказано тоже. А потом там пошло убей так, что не оставляли даже скота. Не убей. Сейчас только лишь есть. С закона он отошел. Заповеди блаженства. Господь говорит, не делай зла никому. Вот это все заповедь. Вот это соблюди заповедь. Аминь. А вот это... А сами же себе противоречите. Не делай никому зла и тут же говорите. И как хотите, чтобы сами поступали люди. Я заступаюсь за славу. Я стечи отмечаю погибеть. Возьмите кого-то. Я заступаюсь за детей, за стариков, за женщин. Я заступлюсь всегда. Если я смогу победить вот это зло, которое лезет. Вот это все. Значит, победите зло зло. Зло побеждайте добро, написано. Написано, не воздавайте злом за зло. На ругательство, на ругательство. Я же без толку говорить по этому поводу. Каждый знает. Брат Михаил, напрасно вы затеялись на эту провокацию. Вы на провокацию просто подались и все. Было на вентилятор просто брошено какашки, чтобы разметало это. А вы запачкались. Не надо разговаривать. Вы правы. Сто процентно правы. Дай аминь. Дай вам Бог здоровья. Михаилу, желающего убивать врагов, вместо того, как заповеду. Если будут лезть, придут и будут лезть в его квартиру, и со своими идолами навязывать, то пусть он возьмет автомат, а не автомат, а даже вилы, и насадит на это врага. И правильно сделает. И Господь не зря меч носит на это. Бойтесь. Правильно. Поставлен. Для этого государство существует, чтобы меч носить. Правильно. Вот государство пусть убивает. А он и говорит государство. А если он не будет государством, то кто? Государство. Государство. Государство, что ли, живем. Конечно, церковь отделена от государства. Сейчас даже. Не может быть. Не может быть. Церковь отделена от государства. Не может быть. Государство – это мы. Мы молитвы, которые в церкви читаем. Слови воинство наше правителей, а сколько этих правителей верующих, православных, а сколько в войсках там православных, а там и мусульмане, там и евреи, там всякие. Конечно, это наше государство. И артистите, пришли к нему воины. Он говорит, что не клевещите, не клевещите и довольствуйтесь жалованием, чтобы не отбирали, не мародерствовали. Все. Сергей, ты правильно говоришь это все. Мы с тобой вообще отлично понимаем это вот как... Мы не говорим, что в истине и право. А Сергей вот в красной рубахе, этот по-другому понимает. Ну и все. У нас тут и в красной рубахе. Еще красные сапоги, маузеры, все. Только что православных. Ну, про меня говорили. Вот надел полосатую рубаху, сиди тут. Ну, а я вижу в красной. Ну, это лучше полосатая, чем как у вас в прошлый раз было там написано. А вот это уже другая еще. А у него написано «Евангелие в каждый дом». А вот я противник вот этого вот, то, что у него написано, и что он делает. Почему? Нет, очень хорошо. А ты знаешь, что у тебя на футболке-то написано, Михаил Бангельев, было-то? Учить надо, научить надо. Ты вот... Вот я там научу, а я на футболке-то написано. Нет, «Евангелие в каждый дом оно должно быть». А к тому приедет, хочет он слушать. Да ему я оставлю его на «Евангелие». Читай с ним целый день, два дня, три дня читай подряд. А что толку, что объехал все моря? «Евангелие в голове отключил, значит. Он меня не слышит. Неважение к ведущему». Понятно. Можно еще мне добавить? У него на футболке была надпись. Я сделал замечание ему. По любви. Говорит, ты знаешь, что на ней написано-то, на футболке? Ну да, 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 конечно знаю. Ну ты не обижай пожилого человека. Верни его, он будет молчать. Пожалуйста, верни его. Зачем обижать? Он все-таки его нам в отцы годится. Не понял. Меня тоже отключили, что ли? Не, по-моему, Сергей сам отключился как-то. Я что-то не пойму, что происходит. Да, у Василий все в сети, да? По-моему, Сергей выпал. Нет, он, по идее, не выпал. Он, ну как бы... Слава Господу. Слава Господу. Братья, простите, я уже начал кричать, я тут сильно перекричал. И, наверное, я отключил вас из-за этого. Но он отключил специально вас. Дело в том, что это... Нет, конечно, он правильно. У него написано, что на сердце, то он как бы написанное на футболке. Поскольку люди спросят, почему, что ты несешь. Он ответит. Пусть ходит, пусть ходит носит. Конечно. Брат Евгений, ты как там поживаешь, если откровенно? Я? Ну, а кто я? Я вот как раз хотел добавить к вашим этим, как бы, спорам уже таким. В Ветхом Завете, где написано «не убей», в Брите написано «альтерцах». «Альтерцах» есть два слова. Есть «альтерцах» и есть слово «ляорок». Это два разных слова, это два разных смысла. Так вот, там не написано «ляорок», там написано «альтерцах». «Альтерцах» — это... «Лерцах» — «рецах», да, «рецах» — убийство. Что это значит? «Лерцах» — сделать «рецах» — убийство. Это как бы так преднамеренно, злоумышленно, то есть со злыми мыслями. Допустим, ну, кто-то мне что-то досадил, и я вот злоумышляю, думаю, чтобы вот с ним как бы расстраиваться. Все, зло во мне работает. То есть, ну, как бы, вот. И получается вот... Там совершенно разные, да, два слова. Злоумышленно, злоумышленно как бы не убить. Это Василий говорит, да? Василий говоришь? Нет, это Женя говорит из Израиля. Ай, Женя, я говорю. Правильно, потому что вот как бы мы с ним читаем ивритскую Библию. Вот на иврите вот это вот, альтерца, да, не убьешь. Сергей, Сергей, это я понимаю. Потому что беда в том, Осипова я слышу, и вот он сколько раз и говорит в своих лекциях, что мы получили от греков, это вот перевод, вот это, а там на каждое слово столько, 10-12 значений. И если нам это значение вот это поставить, вместо той любви, там, когда вот это, когда угли собираешь на голову... Да нет, надо смотреть как у евреев. Там у нас с евреями одинаково. Ага-ага-ага, агава, агава. Вот раз, агава, 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 агава. Если он еврей и знает это все, век и заметный, то он читает, то он может сказать правильно нам, потому что мы не знаем, как это... Ну, как это звучит. Мы с Женечкой два житка, мы все-таки знаем что-то. Ну, молодцы, да, молодцы, хорошо. Сергей, вот еще к тебе вопрос по поводу, вот, рассуждали насчет троичности Бога. Я читал, что вот этот стих, я сейчас его зачитаю. От Матфея, 28 глава, 18-19 стих. Ну, можно не открывать его, все знают. Итак, идите, научите все народы крестьянех во имя Отца и Сына и Святого Духа. В более древних рукописях первых веков он отсутствует. Я тоже читал об этом, что ему нет. Нет, Женечка, не так. Он не отсутствует. Нет, просто поэтому тебя хотел спросить. Может быть, ты изучал. Вот отсутствует как раз таки вот в первом послании Иоанна, в пятой главе, седьмой стих. Там отсутствует. А в Евангии от Матфея не отсутствует. Там это слова Христа. Там не отсутствует. Там везде есть. Посмотри любые рукописи греческие. Они есть. Рукописи. Я понял. Я понял. Это перепутали, наверное. И кто-то перепутал это самое. И сказал неправду. Вот. Ну, да. Как бы такая версия, что это добавили уже позже. Что как бы брали рукописи. Нет, нет. В Евангии не добавили. А здесь вот. Потому что есть... А это, получается, добавили то, чтобы Иоанна? Добавили, получается, то, что... Ну, трудно сказать. Понимаешь? Вот в греческих версиях как раз таки ее нет. А в латинских она есть. В латинских есть. А вот в греческих версиях очень мало. Практически нет. Во всех древних рукописах ее нет. Вот это вот седьмого стиха. Причем в древнеправославных библиях тоже ее нет. Вот что интересно. Не, ну, тогда как вот получается в деяниях мы не находим? Почему все формулировки там, все формулировки крещения, которых мы находим, как крестили апостолы, во имя Иисуса Христа? Получается, кто-то, допустим, прочитает, скажет, я хочу, как в ранней церкви. Как вот все протестанты говорят? Мы никак без Христа не можем быть ни христианами, ни служителями Бога. Если мы мессией Машеха, Машехом не признаем Иишу, мы не можем быть служителями Бога никак. Поэтому мы в его имя и крестимся. В его смерти умираем. Мы без него никак не можем. Вот сначала первая Иоанна, начни читать вот эту последнюю главу, пятую. И там все прямо разложено, как вот первая стиха. Что без него мы все... Нет, нет. Не можем мы быть христианами, если без Христа. Видишь? Поэтому получается, смотри, что получается. Как бы, что вроде как бы, если крестить во имя Иисуса Христа, это еретическое, но если я крещусь во имя Иисуса Христа, то я уже должен признавать Отца и Духа Святого. Потому что Сын и в Отце, и в Духе Святом. То есть я уже должен признавать, получается. Я не могу, если я крещусь во имя Иисуса Христа, не признавать. То есть я уже должен признавать. Потому что сын признает и отца, и Духа Святого. Ну, формула во имя отца, аминь, и сына, аминь, и сага, духа, аминь. Формула такая троечная. Понимаешь? И понимаешь, тут еще получается, тут еще какие вопросы в интернете гуляют. Как говорят, если крестится во имя Иисуса Христа, то это крестится во имя, во имя Иисуса. То есть крестится во имя. А когда если я крещусь во имя отца и сына и Духа Святого, то это я крещусь в титул. То есть отец это титул, сын это титул, и Дух Святой. С какого этого? С чего это титул? Ты что, Женечка? Ну как отец может быть титул? Ну ты понимаешь, что такое титул? Титул. Кто в Павлах, кто в Кифу крестился? Ну, Женечка, ну отец это титул. Это статус может быть, но никак не титул. Но отец, ну сын, отец, это может быть статусом быть. Но никак не титул. Сережа, ты ему что-то... Давайте мне слово сказать ведущему. Евгений, пусть он... Отечество, брат Михаил. И ты там поймешь тоже. Я вопрос к Евгению хочу задать. Как заповедовал креститель Иисус Христос? Как он заповедовал крестить? Да. Ну, мы находим во имя Отца и Сына Духа Святого Матфея, да? Это единственное... Вот точку поставь на этом, аминь, скажи, и все. Вот, а допустим, если мы Марк открываем, Марк, Евангелие от Марка открываем, то там уже нету. Там уже... Если Марк нету, то это не значит, что он это не заповедовал. Он же заповедовал Матфея, что тебе еще надо-то? Нет, тут вот какое дело. Если человек окрестит во имя Иисуса Христа, неужели на него благодать не сойдет? А если его окрестят... Как бы оповедовал креститель Иисус Христос? Еще раз, второй раз отвечай на этот вопрос. Нет, а как бы что-то бы крайнего мышления не выходило. Есть как бы такой крайнего мышления. Ответь на него второй раз. Что ты опять ведешь? Как заповедовал в крестете Иисус Христос? Не можешь ответить? Вот в этом-то мои разницы. Мы принимаем слова Господа Иисуса Христа, а другие не принимаем. Если Иисус заповедовал во имя Отца и Сына и Святого Духа, православную церковь мы так приняли, мы так и крестим. Предание троекратное. А вопрос, а неужели все? Так Христос заповедовал. Все, мы так и делаем. Во имя Отца и Сына, Духа. Нет, ну почему? Я просто пытаюсь размышлять, а ты мне уже как в еретика записываешь. Допустим, меня крестили вот здесь в Израиле. Я не записывал в еретика, а если ты примешь... Нет, подожди, ты спроси, как меня, допустим, те же самые, которые ты говоришь, что это еретики, как меня у них крестили? Вот у мессианских. Тоже меня крестили во имя Отца и Сына Духа Святого. Формулировку прочитали на Евресе. Да, было в одно погружение, потому что они крестили во имя Отца и Сына Духа Святого. И такое здесь есть в Израиле у мессианских евреев. Есть такое у них, как сказать, в их объединении, да, те, кто, те общины, которые начинают отвергать божественность Иисуса Христа, от них их как бы все. То есть догмат Отца и Сына Духа Святого, все, это без прикослов. Божественность Отца и Сына Духа Святого, то есть божественность Сына... Хорошо, оставим этот вопрос о крещении. Я о войне пока тоже оставил, об убийстве. Еще другие вопросы есть? Братья, можно я вопрос задам немножко не по сегодняшней теме, если это уместно будет? Да, уже уместно. Время будет. по Библии, да, вот я сейчас немножко слушаю Библию, ну, в машине, вот, как раз же я только с Рейса приехал. Вашими молитвами, кстати, всех благодарю, кто молился обо мне. Спаси Христос. Значит, так, значит, у меня вот такие вопросы возникли. Бытие... Ну, я сразу несколько буду задавать, ну, как бы один ответ получу. У меня три вопроса всего. Давай с первого. Так, вот с первого. Бытие, третье, глава, первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот, я, как бы, малое познание в Библии. Мне интересно, змей это и есть дьявол? Или кто он такой, вот этот змей? Это первый вопрос. Да. Кто хочет отвечать? Или я могу, Михаил? Вы самый все-таки авторитетный? Нет уж, авторитетный не надо. Вот, смотри, написано так. Я слышал, Осипов говорит, А вы что, думаете, в раю там, да, самое, пробрался, прополз? Змей туда? А где охрана была? Как она пропустила змея? Не было там никакого змея. Значит, вот в чем дело. А дело в том, что все это можно измышлять и говорить много-много вариантов. Но нужно понять, самое главное, то, что Адам сотворен был первый житель небесно-земной. Какого похмелья? Ну, человек по образу и подобию Божию и со свободной волей. Вот. Ну, а он пал. А пал это уже вот, ну, нашли такое, знаешь, что, ну, как вот он пал? Кто его соблазнил? Ну, змей соблазнил кого? Ей вот там, потому что это, вот это все. Я вот наслушался и сейчас смотрю на Библию, на Писание, потому что очень-очень много везде противоречий, противоречий трудно понятных таких и прочее все. Но когда это вот Осипов говорит, ну, там таким языком написано, простым, для простого народа, для понятия там прочее все такое. И я стал вот это вот думать, думать и думать, правильно думать. Какое что-то такое? Подождите, вот я вам скажу одну умную вещь, только вы не обижайтесь, да? Да нет. Господь показал Адаму всех животных и сказал, поверил ему дать имена. И все животные, где он это сделал? В раю, правильно. И так же змей был, тут тоже все животные были в раю. И Адам давал, вы не слушайте вот не Осипова этого, ну, просто кого вы слушаете, Осипов? это, знаете, не читайте перед обедом советских газет, а других нет, ну, и никаких не читайте. Так и Осипов, это самое последнее дело, ссылаться на дирекцию. Думай, ты сам, сам думай. А где было, значит, что было на земле? Нет, ну, Адам был в раю. Мы видим, что Господь провел все животных и нашлось помощника ему, да, и он дал им все названия всем животным, где в раю и змеюши, змеюши, в том числе, змея был, в том числе, он находился в раю. Никуда он не проползал, никакой охраны там не было. Понятно? Отключаю. Где был рай-то? Рай-то был где? В Месопотамии, в Палестине, где-то здесь был. В Месопотамии. Там написано, но это очень условно. Ну, братья, можно сейчас брат еще хочет тоже сказать? Так, Игорь Дубунов, я отвечаю ему, вы там потом бредите будете дальше. Так, значит так, это написано, и вошел сатана в Иуду. Сатана входит, понятно? Прямо входит в людей, входит, попросили эти, легион войти в свиней, две тысячи свиней, вошел в свиней. Вот точно так же сатана вошел в змея. Натуральный змей, а почему я сейчас скажу дальше, что это змей? Это именно змей, никто там ничего не надо придумывать. Почему змей? Потому что Господь, дьявол, да, дьявол, ну, в змея вошел. Почему это дьявол? Потому что Господь дальше говорит, а ты, говорит, змею, будешь в прах, в прах, ползать на черри своем и есть прах. Все уже сказано, и он ползает сейчас и есть прах этот самый. У него пыль всегда во рту, по-другому никак, потому что уже. Вот и все. Это был натурально сатана в животном. Это животное, змея. И дальше все произошло, что уже по Библии, то, что вы читали. И всем советую еще просто почитать молча и все. И толкование златоуста. Вот в коем-нибудь я сатана 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 меня вот этот ответ устроил. В этом моменте. Два ответа получил. Василий, значит, благодарю. Так, могу задать еще два вопроса? Так, значит, смотрите, ну, Бытие четвертое, глава 14, и это, получается, Каин говорит, вот ты теперь изгоняешь меня от лица земли и от лица твоего я скрою и буду изгнанником и скитальцем на земле и всякий, кто встретится мне, убьет меня. И вот у меня тут вопрос возник, а кто мог вообще ему в то время встретиться, если он был единственным человеком у родителей своих? Получается, отец бы его не убил с матерью, а кого он мог встретить на земле? Кто хочет ответить? Зачем? Ну, давайте я отвечу, вы там дальше будете между собой. Значит, слушайте, пожалуйста. Значит так, в то время-то и никто и не встретился ему, потому что он же убил Авеля, а их только двое было. И дальше Адам с Евой продолжали производить детей, и были дочери у них, конечно, и одна из дочерей вышла замуж из-за этого Каина, и рождались дети. А потом там еще в конце сказано, что Сиф родился, и он жертвенник поставил Господу, и тогда начали призывать имя Господа. И вот от Сифа родились благочестивые дети, но и от той сестры его, которая была, родная сестра, женились на родных сестрах, потому что других не было. И вот так наплодился народ, и вот как раз об этом он и говорит, потому что он знает милосердие Божье, Каин, и понимает, что на место Авеля теперь придут другие уже. Как он не понимает, ну так как они были еще людьми, которые видели, ну как не видели, он был сын Адама, и Адам рассказывал о милости Божьей, как они беседовали, в саду ходили с Богом. Ну там дальше можно понимать уже, какие эпитеты он говорил о Господе и о милосердии его. Ну понятно дальше уже, да. Так, еще вопрос. Да, понял. Ну и тогда третий вопрос, спасибо Христос, третий вопрос, он немножко со вторым схож, как бы цель одна была узнать, были ли еще люди какие-то другие, ну я его задам уже, раз я, значит, шестая глава бытие, когда люди начали умножаться на земле, и родилось, и родились у них дочери, тогда сын божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал, вот тут вот именно сыны божьи брали дочерей человеческих, вот потом и Сифы назывались детьми божьими, потому что они имя Бога призывали по духу, но они по духу не так а человеческие это сыны Каина это были не ангелы никакие, это были сыны вот именно Сифа, того их прародителя, который первый начал взывать Богу, вот это важно а у Каина дочери были у Каина это были мерзопакостные люди, понятно, раз он такой сам кто от него мог родиться вот два дочери были красивые как сейчас все это у нас происходит вокруг одни здесь нас закрасил и все гоняются все, спасибо Христос понял да, алибо все, благодарю очень хорошие вопросы так, еще вопросы есть последние то если вопросов нет молимся время ушло достойно достойно есть я коже стиль уважите ка бога пролезь признав воженную и пренепорочную и мать бога пошел честнейшую первую и славнейшую без сравнения все ракет безустимия бога снова руч сущую любовь цель величина я благодарю господи за великие милости которые явил ты нам грешным и недостойным рабам твоим благодарим господи и за то что есть в народе нашем желание мира помоги господи нам чтобы не было семнадцатого года когда люди, которые имели столь перенависть. Даруй нам, Господи, быть настоящими христианами и исполнить всю истину и правду, которую Ты, Господи, исполнял. Иоанн Креститель понял Тебя. Даруй, Господи, нам быть такими же, как и этот святой муж, понятливыми и нужными Тебе. Господи, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, с Богом, до сих пор. Слава Христу, Аллилуйя. Давайте, я, может быть, с Германией уже свяжусь с вами. Братья.